Андрей Андреевич, очень рад видеть вас. Здравствуйте. Взаимно, Юрий, добрый день. Спасибо, что вы с нами. Ну что же, главная новость, топ-тема, по сути, это, конечно же, Пенсильвания, то, что там произошло во время выступления, стреляли в Дональда Трампа. Значит, как сообщается, пуля прошла возле головы, зацепила ухо, Трампа тут же эвакуировали, а стрелявшего ликвидировали на месте. И, конечно, после этого сразу реакция мировых лидеров, реакция Джозефа Байдена. Он звонит Трампу в больницу, они непродолжительное время разговаривают, разговор проходит в уважительной атмосфере, как пишут журналисты. Конгресс уже хочет начинать свое расследование. Все на ушах, само собой разумеется. И вот Associated Press в эти минуты пишет, что, ссылаясь на свои источники из ближайшего окружения Трампа, что Трамп чувствует себя хорошо и в хорошем настроении. И я хочу вас спросить, сейчас обсуждают две версии. Конечно же, традиционно. Первая – это инсценировка. Вторая – это действительно реальное покушение на жизнь Дональда Трампа. В какую из этих версий верите вы? Какая вам ближе? И если уже на то пошло, почему в Трампа стреляли? То есть, что привело к этому? Почему в него стреляли? Ну, во-первых, прежде всего, я хочу сказать, вы знаете мое отношение к Трампу, его не надо детализировать. Но я просто с ужасом думаю, что случилось бы, если бы эта пула на миллиметр отклонилась и полноценно всадилась в висок Трампа. Ну, это открыло бы вакханалию насилия и политических убийств в Северных Штатах. Там уже было бы ни до Украины, ни до чего. Это первое. Второе, прежде чем перейду к вашим непосредственным вопросам, хочу сказать самый важный результат. Ну, выборы закончились. Трамп, конечно, будет с громадной преимущественно избран. Ну, это событие не повлияет ни на твердых сторонников, Трампа ни на твердых вопротивников, но решают-то как раз так называемые индепендентные, независимые, колеблющиеся. Ну, решают в нашем мире визуальные образы. Слушайте, весь мир, видеофотография, гениальная фотография, она будет в будущих учебниках американской истории. Вот, окровавленный, ну, скажем так, поцарапанный, конечно, но воспринимается, окровавленный, не сломленный Трамп, гордо поднимающий вверх флаг на фоне американского флага. Слушайте, даже так получилось по структуре этой фотографии. Она напоминает самую знаменитую фотографию Второй новой войны, когда американцы водоружают флаг где-то на одном из тех икорианских столов, вы тоже, наверное, помните ее. Так, вся группа ориентирована вверх, вверх поднимается флаг. Так и эта фотография. Ну, и вот эти два образа будут стоять перед глазами десятков миллионов избирателей, которые еще не сделали и свои выборы должны будут сделать. Что-то невнятно бормочащий синильный Байден на гибатор с Трампом. И вот израненный героический воин Трамп на фоне американского знамени. Кстати, ирония судьбы, что Трамп в молодости откосил, несколько лет откосил от призыва во войну во Вьетнам, придумав себе плоскостопие. И вообще никогда не отличался, ни гибридами военными, а тут герой, израильный герой, продолжающий борьбу. Исход закончен. Ну, а по-моему, вот это подводит их к ответу на вопрос. Такую инсценировку сделать нельзя. Это генеральная инсценировка. Ну, как можно было так генерально срежиссировать, чтобы пуля прошла через кончик уха Трампа. Он после этого стоял за кровавлевым лицом, совершенно не затронутый. Трамп из файн сообщения. Нет, конечно, никакой постановки. Фантастическое стечение обстоятельств. Фантастическое ощущение. Ему дважды повезло, невероятно. Ну, биологическому существу, ну, по всем законам баллистики, статистике, потому что он должен просто убить. Он выжил. Ну, и с точки зрения политической, конечно, это превратилось в такое. Больше ничего не нужно говорить. Все решено. Я думаю, остаток беседы мы посвятим на то, как надо обвести нам, нашим друзьям на Западе и в Украине вести свою политику, исходя из того, что 5 ноября будет избран президентом Трампа. А, и вот это, пожалуй, интересно, что сейчас делать, да? Какая дальнейшая визия всего этого? Ну, вот, я же, мне приходилось отвечать на этот вопрос, и с вами мы тоже, по-моему, беседовали. Я говорю, что для того, чтобы подготовиться к такой ситуации на случай победы Трампа, но она и так была достаточно вероятной. Ну, сейчас после провала Байдена и вот такого фантастического имидж успеха Трампа вопрос решен. Я говорю две вещи. Ну, первое, мы должны не забывать, что у нас есть двухпартийное, квалифицированное, проукраинское большинство в Конгрессе. И оно никуда не исчезнет. Те же, понимаете, люди будут избраны и возглавляют его, прежде всего, республиканцы. Вот эти три замечательные республиканца, имена которых, я думаю, заставил выучить украинцев, это Роджерс, Торнер Макко. Помните, где-то более полгода назад одна из наших первых бесед я как раз рассказывал вам о докладе, докладе о победе в Украине, подготовленном вот этими тремя республиканцами. Это лидеры республиканской партии. Это три председателя ведущих комитетов по этой представителе, комитетов по иностранным делам, по обороне и по разведке. Эти доклады очень критические по отношению к инвестрации в Байден, что они недостаточно оказывают поддержку, и там, собственно, наши с вами рекомендации, что нужно передать Украине, прежде всего, ПВО, авиацию и отказаться от всех дурацких красных линий. Но этот доклад, между прочим, он даже был написан раньше, чем в серии выступлений Макрона, которая требовала те же самые вещи. То есть у нас на Западе есть четыре мощных союзника. Это Макрон, это Маккол, это Роджерс и Тернер. И мы максимально должны это разыграть. Ну вот, что касается администрации Байдена, ну, что мы можем сказать о Байдене? Это ничего хорошего сейчас. Мы же помним, как мы боролись внутри этой администрации. Каждый новый этап вооружений он сопровождался с запаздыванием, ограничением в количестве и так далее. Вот казалось бы, сейчас уже Байден на сессии, на юбилейном саммите НАТО правильные позиции заняты. Много очень хороших слов было произнесено всеми по отношению к Украине. И не только слова, и дела. и ПВОНУ четыре патриота для Киева, дюжины для Украины, 40 миллиардов евро на будущий год. Все это правильно. Тот же Байден повторял вот эти бесконечные глупости. Помните, когда ему задали вопрос на празд-конференции, сняты ли ограничения на удары вглубь на российской территории для американского оружия? Ну, он что-то, во-первых, он сам уже не знает, сняты или нет. Я не могу добиться ответа честных вопросов здесь, в Вашингтоне. Ну, по одни говорят, да, но я бы рекомендовал в этой ситуации украинским военным во всем просто использовать. И все. И все, да. Никто не посмеет против использовать. Он начал рассказывать, а что вы хотите, а как же тогда по Москве ударить? Вы знаете, я вот лично не в восторгом смотрю на перспективу удара по Москве, там живет моя дочь, внуки, но президент Соединенных Штатов, военный лидер, глава свободного мира государства, почему практически на следующий день после того, как Киев был подвергнут чудовищной атаке, сознательно, мы тебе это уже доказано, сознательно продуманного удару по детской больнице, где, мы помним это фотография страшная, онкологические дети с капельницами на улице, для него оказывается невозможный удар по Москве. Или опять во время демонстрации пресс-конференции, пресс-конференции по саммиту НАТО, он который раз повторял вот эту глупость, причем таким напором, как бы он сильно решит, мы будем решать каждый инч территории НАТО. Боже мой, я хватаюсь за уже три года за несуществующий мистолет, когда слышу эту фразу, он же повторял целый год перед вторжением в Украине, но эту фразу мы будем решать каждый инч территории НАТО покрываемый пятый свет, это означает, что мы не будем защищать ни одного инча украинской территории, это же призыв явный, в общем, каша в голове у человека. Теперь, пожалуй, я пытался в последние дни добиться одной очень важной вещи от демократической администрации здесь, и путем публикаций, и в английской, и в украинской, и частных разговоров, ведь республиканцы, те три замечательные республиканцы, которые провели закон о помощи, они же, мы же все помним, они специально пунктом закона потребовали от администрации в течение 45 дней доложить Конгрессу о своих планах войны, какие цели, собственно, Америка преследует в войне в Украине, и они не случайно это потребовали, потому что у них, напомню, есть свой план, они требовали по существу, чтобы администрация, она повторила формировку их плана, плана победы в Украине, так вот, Байден даже говорил правильные вещи, правильные слова победы не сказали, но мне сказали, Украина должна прорывая, ну хорошо, хрен с ними, прорывая, прорывая, и путь в НАТО, и в Реверсбл, все это хорошо, но вот прекрасным шагом было бы такому объединению политического класса в Соединенных Штатах, мы бы не требовали Конгресса принять, ответить на вопрос, послушать, взяв сознательно подчеркнуто, взяв подготовленные республиканцами документы, особенно это важно было сейчас, в понедельник открывается Конвенция республиканцев, но она не только, она, конечно, пройдет блестяще, ну ура, там, все эти фотографии будут еще раз показаться, но Конвенция не только формально выбирает, она принимает программу, платформу республиканской партии, и там будут битвы, нас интересует один пункт этой платформы в отношении Украины, так представляете, насколько это бы усилило позиции внутри республиканской партии, те же Роджерс, Торнер и Мако, если бы их доклад был представлен демократической администрацией Байна, как ответ на, обязательно ответ на вопрос Конгресса, нет, они этого не поняли, никто даже не понимал, о чем я говорю, но так или иначе, так или иначе, приходит к власти, не Трамп, приходит к власти республиканской партии, конечно, власть президента, она достаточно значительная, но мы живем пока в Америке, где Конгресс тоже обладает значительными рычагами, и в общем-то, вот эта антиукраинская, пропутинская оппозиция Трампа, она не имеет никакого отношения к платформе республиканцев, это некий флюс такой личный, дополнительный, вот, и эта же тройка республиканцев, она смогла того же Трампа убедить, дать команду своей шайке, там же несколько человек, вот это Торнер, как же Телор Грин, в Палате представителей, свирепство сенатора Венца своей антиукраинской риторики, они заставили его отозвать их и принять закон о помощи Украине, вот, надо полагать, что эти республиканцы не откажутся от этой позиции, и нам нужно с ними, ту рекомендацию, которую я давал украинской власти, украинскому парламенту в нашей первой передаче в этой программе, работать плотно, надо с ними работать, с этими четырьмя друзьями украинская дипломатия должна и открытая, особенно закулисная, работать очень тесно, обсуждая их, как вот выполнить эти условия, а вторым пунктом, выгодным для Украины, такой, минимизации ущерба Трампа личного, кроме того, что деятельность республиканского большинства, это изменение ситуации на поле боя до 21 января 25 года. И здесь надо работать с Макроном, с тем же Макковом, Роджерсом и Тернером. Макрон был отвлечен в последний месяц внутриполитические дела, ну, формация из Парижа, она довольно позитивная, он искусно всем образом провел эти выборы и, похоже, формирует правительство, взяв из левого фронта такую более-менее приличную социалистическую партию, а от правых партию республиканцев, то есть у него будет большинство, в котором не будет ни госпожи Лепен, хотя госпожа Лепен ничем особо не страшна была, ее разногласия с Макроном не касаются Украины, но на несколько осторожней формулировку, опасность была в этих сумасшедших хлебах, с их лидером Маншелоном, который требовал прекратить всю помощь Украине, требовал пристили от реки до моря и так далее. Макрон искусно сформулирует необходимого правительства и может продолжить свою линию поддержки Украины. Ну, ясно, что хорошо бы вот эту декларацию Макрона, на чем остановился он, брошенный с головой внутрь политических Ивана, на своем заявлении уже, что я буду посылать миражи и я буду посылать технических специалистов. Это значит миражи с французскими летчиками. Это же принципиальный вопрос. Кстати, по-моему, Зеленский принял всю нашу с вами программу. Я всегда говорил, что нужно 100-200 самолетов, и поэтому нужно отказываться от этой дурацкой красной черты только украинские летчики. Украинские летчики подготовлены где-то 40 человек и просто 40 самолетов разных с украинской летчиками они решат проблему. Они усилят конечно украинскую армию, но нужно освобождать Крым. И освобождение Крыма нужно какое количество летчиков? Зеленский его назвал почему-то очень точно 128. он потребовал 128 летчиков. Но видимо генеральный штаб Украины понимает эту проблему. Так вот люди преданные делу Украины не потому что они особенно как-то любят Украину, потому что они понимают громадное геополитическое значение. Для Франции почему Макрон начал эту кампанию довольно успешную про-украинскую? Ну по ходу дела он психологически кстати сломал Путина заставив его фактически показав пустоту его ядерного шантажа сначала он сказал мы помним что уже мои военнослужащие там сражаются обслуживают ракеты скалп и я пошлю еще и пошлю технический спирализм пошлю миражить а когда Путин в ответ начал говорить ядерным оружием он очень спокойно ответил что у Франции тоже есть ядерное оружие Андрей Андреевич позвольте пожалуйста мы пока далеко не отошли от этой темы хочу уточнить вам не кажется странным когда самая мощная самая сильная страна в мире не может ну по крайней мере не то что она показывает что она боится России я почему об этом говорю потому что Зеленский говорит 128 самолетов нам сначала пришлют 6 а потом 20 только до конца года мы просим оружие чтобы бить по территории вернее право чтобы бить по территории России нам говорят ребята мы пока не можем это сделать даже после Ахмагета даже после клиники детской которую разрушили россияне 40 миллиардов оказывается что 20 из этих уже в пакете военной помощи от Соединенных Штатов Америки то есть вот по капельке я могу ошибаться да но вот выглядит это так и это самая мощная страна она таким образом показывает Путину что мы мы боимся эскалации конечно все боятся но мне кажется в таком статусе при такой мощи показывать врагу диктатору Путину это ни в коем случае нельзя как вы думаете почему этого не понимают в Белом доме ну во первых во первых мне кажется сейчас вопрос все таки с ударами по российской территории решен мы же помним прекрасное выступление председатель комиссии по иностранным делам Макфола в палате с этими плакатами ну оно дано разрешение как бы на 100 километров официально ну и вот неопределенность я еще раз говорю никто не будет возражать сейчас тем более ну у вас же есть ракеты с Том Шейдер и с Кэрб и Лондон и Париж говорит громко пожалуйста у нас нет никаких ограничений стреляйте куда угодно вот премьер-министр Великобритании говорит иное он говорит Британия вынуждена была объяснить Украине что мы не давали такое право и здесь непонятно что происходит я вообще запутался я вам правду говорю я не знаю что происходит ну что все все наши упреки они справедливы да да западные как-то останавливаются перед решающими шагами но самое главное кстати о самолетах ну в общем что значит 6 и 10 Франция Великобритания и Швеция могут вполне послать свои самолеты вот я говорю о том что надо делать в этой ситуации слабеньким у нас слабенькая давайте я повторю те взбудные которые вы сейчас оборудовали слабенькая Байденовская администрация которая побаивается делать решающие шаги у нас Трамп который как президент вообще готов он же сейчас надградав свой мир наглейшим образом через Урбана ведет переговоры Путина по одному и тому же Трампу плану Трампа план Путина это одно и то же по существу там детали обсуждаются а суть плана прекращение огня некое перемене при котором значительная часть украинской территории остается у врага а на меня это еще хуже потому что это перемирит будет просто передышкой перед следующим этапом путинской агрессии но у нас есть два два положительных фактора это большинство в конгрессе республиканское и я думаю что позиция не только Макрона а всей Европы сейчас усилится ну потому что раньше была некая абстрактная угроза угроза приходит Трампа в власти сейчас я вам просто говорю совершенно точно это стопроцентная победа Трампа на выборах и сам Трамп не скрывая через Орбана ведет переговоры с Путиным о том как он 24 часа станет войну как бы для Европы это реальная реальная угроза ее безопасности вот мне кажется все усилия украинской дипломатии и наших друзей и в Америке и в Европе мне кажется должны быть вот на 128 самолетов да ведь Байден не может запретить Франции Англии или Швеции передавать самолеты вы знаете буквально перед нашим эфиром Йенс Столтенберг ссылаясь на ну ну как не ссылаясь вернее а от лица Альянса от лица НАТО заявил что Польша не будет сбивать российские ракеты которые летят в сторону Украины там на запад нашей страны ближе к Польше что было бы логично в принципе ну потому что союзники уже продемонстрировали как они сбивали ракеты и все что летело в воздушном пространстве в сторону Израиля и вот это был мощный мощнейший сигнал когда все вместе да союзники сбивали все воздушные цели здесь непонятно что происходит потому что я повторюсь мы благодарны за помощь но недостаточно пяти батарей Патриот было бы достаточно если бы Румыния Польша другие страны НАТО сопредельные помогали нам сбивать российские ракеты я не могу понять с чем связано вот это нежелание это боязнь опять же или как это можно назвать почему они отказываются ну вот это только б не было войны только б не было войны только б не было они не могут понять что война то идет уже мировая война угрожающая им основной мотив только бы избежать из у нас нет времени на обсуждение в Израиле там тоже самое творится там Израиле просто руки за спиной связывают чтобы он не мог сопределить только бы не было войны только бы не было эскалации какая еще им нужна война после того как уничтожаются детские больницы ну вот с такими людьми у нас другого запада нет поэтому мы должны работать максимально с теми людьми которые поднимаются над этой граничной точки зрения у нас есть вот 4 очень влиятельных человека с ними надо работать и показывать что в общем-то до 21 января можно кардинальным образом изменить ситуацию еще раз повторю вот эту картину стратегическую картину украинской войны меня часто упрекают здесь разные боты и хамы неверующие окажут так вот вы говорите о победе украины вы что представляете что украинские войска с боем могут дойти до границы 91 нет не могут конечно так же как и российские войска не могут теперь дойти ясно не только до до Киева но и до Харькова Харьков они никогда не возьмут там классическая как писал за за лужной стоюм патовая ситуация на линии на линии 1000 метров но есть другая другой центр тяжести войны есть Крымский полуостров который очевидно выязвимое место российской военной машины практически голыми руками оттуда мы изгнали военно-морской фронт каждый российский каждый день мы сажаем российские самолеты 128 самолетов нам нужно причем да скажем прямо западными летчиками вот через это они должны перешагнуть вся эта прекрасная сказочка украинских летчиков она просто тормозит она тормозит передачу авиации эти самолеты параллельно решат и другую задачу ноуфляйзон эффектный потому что эти 128 самолетов просто уничтожат как раз те самолеты которые бросают вот эти знаменитые скользящие 900 килограммовые бомбы на украинские города вот это есть реальный совершенно реальный практический план победы понимая вот уже мы же я вижу и вы видите конечно как в украинском обществе начинает ну одни люди искренне другие выполняли задания поднимается такой нарратив но сколько запад нас бросил да запад нам ничего не помогает и сколько же мы будем проливать кровь надо договориться с русским и заканчивать что-то конечно война чудовищная вещь любая страна устает устает ли войны украинцы устали безумно но каким бы такой глупостью каким предательством и своей страны и предательством было бы согласиться на этот вариант когда есть вариант победы совершенно явный если бы не было Крыма была бы вот такая тысячечнометровая линия я бы тоже выступал за такой ну гарантированный чем-то поддержкой запада корейский вариант потому что по этой линии пройти до границы так же невозможно как русским дойти до Киева и те и другие в этом убеждались кстати летом 22 года могли мы дойти до границы если бы получили то вооружение которое есть сейчас которое есть сейчас в Украине ну те же Атампсы Брэдли Абрамсы если бы они были осенью 22 года во время наступления на Хангкопе Кирсон но сейчас так же как у русских был шанс если бы вот это если бы блокирование трампистами закона о помощи продолжало бы еще два месяца то русские могли бы порвать фронт сейчас в общем сложились окончательно такие правила игры что ни одна страна не может порвать фронт до линии соприкосновения но у украинцев есть шанс выкинуть российскую группировку с Крыма что вызовет конечно необратимые политические последствия в Москве а именно от стержания Путина и окончания войны 128 самолетов это надо получить задолго до до 21 21 января да Андрей у меня последний вопрос к вам если позволите если я правильно понял вашу мысль вы сказали что если Трамп станет президентом ему не дадут сдать национальные интересы Украины другие республиканцы которые нас поддерживают правильно да но тем вернее для этого чтобы быть в этом уверен это же все предположение политические да надо пытаться максимально изменить состояние дела на земле трудно или легко будет ну если к этому времени будет взорван Крымский мост если русские убегут на Крыма то и то Трамп и забудет о своих приговорах он просто скажет извини Володя ты уже обосрался я даже я не могу тебе помочь вам огромнейшее спасибо за этот эфир я был очень рад вас видеть Андрей Андреевич берегите себя пожалуйста и до скорой встречи и до скорой встречи и до скорой встречи